2 416 обращений, почти полторы тысячи устных консультаций, более 700 жалоб и заявлений от жителей Тверской области поступило в 2019 году в адрес уполномоченного по защите прав человека. Надежда Егорова представила доклад о соблюдении прав, свободы и законных интересов граждан Верхней Волжьи. На что чаще всего жалуются тверичане и как решаются их проблемы узнали наши корреспонденты. Четыре раздела и более 200 страниц печатного текста, причем самое большое о соблюдении прав, свободы и законных интересов человека и гражданина на территории Верхней Волжьи. Как отметила Надежда Егорова, по итогам прошлого года не произошло существенных изменений в сторону улучшения ситуации с соблюдением прав человека. Остается на высоком уровне количество обращений, касающихся социальных аспектов жизни населения. Защита прав детей, обеспечение жилыми помещениями и предоставление коммунальных услуг, соцобеспечение образования, охрана здоровья и медпомощь. Из года в год отмечаем, что сегодня, ну, ссылаемся обычно, что не хватает кадров, там, узких специалистов. Но, наверное, здесь все-таки более системные вопросы, которые необходимо решать. Мы выразили свое удовлетворение работы Министерства здравоохранения, потому что, ну, даже не смогли сделать правильную, может быть, аналитику, потому что те материалы, которые мы запросили, они даже нам не смогли его представить. Обращения граждан показывают, что население нуждается в поддержке государства, но не всегда ее получает, или объем предоставляемой помощи недостаточен для преодоления трудных жизненных ситуаций. Помощь онкологическим больным. Варшизация наших больных не только лечения, и сроков, которые нарушаются, оказав медицинской помощи. Больной 2-3 месяца после установки диагноза не может приступить к лечению. А статистика показывает, что где-то 78% онкологических больных умирает дома. И какая паллиативная помощь, и как в каком размере, как ему оказывается, это, в общем-то, не выстроено. В докладе уделено внимание инвалидам и ветеранам. Сегодня они не могут получать компенсации расходов за капремонт и услуги ЖКУ одновременно. Жилищно-коммунальные услуги у него составляют 50%. Он их уже получает. А капитальный ремонт включен в эти жилищно-коммунальные услуги. И тогда ему говорят, или вы отказываетесь от жилищно-коммунальных услуг 50%, или вы можете получать по закону Тверскому 100% за капитальный ремонт. Мы вроде бы закон приняли, а такую категорию, как участники войны, одинокопроживающие, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, которые законы федерального о ветеранах, они куда-то доплаты не получают. В преддверии 75-летия все-таки эту законодательную инициативу поддержать, чтобы такая категория получала. Также в докладе речь зашла о соблюдении прав граждан, находящихся в спецпомещениях, изоляторах временного содержания и учреждениях ФСИН и их дальнейшей социализации. В этом году мы предложили закон о профилактике правонарушений среди лиц и свободных мест, лишения свободы. Почему мы предложили? Потому что мы, посмотрите, в Московской области такой закон разработан, он уже начал применяться хорошо, потому что здесь должен быть какой-то конкурсный подход к решению данной проблемы. В этом году полномочия уделяет внимание анализу качества оказания медпомощи и обеспечению жилыми помещениями ветеранов войны. Также запланирован мониторинг темы семейно-бытового насилия с учетом особенностей ситуации, сложившейся в Верхней Волжье.